Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас среда, 16 сентября, и давайте посмотрим на графики еврофунта, поговорим о дальнейших перспективах. Видим, что европейская валюта вчера все-таки во второй половине дня снизилась против доллара США. Сумели быки вернуть себе на столь важный уровень 1854, медведи точнее 1854, и сейчас акцент сделан именно на нем. И от того, какие будут сегодня приняты решения, Федеральная резервная система по процентным ставкам по денежно-кредитной политике и будет зависеть дальнейшее направление евро. Прежде всего, что касается сегодняшнего заседания, то, насколько вы помните, теперь Центральный банк будет допускать превышение инфляции целевого уровня 2%. Это будет сделано, чтобы компенсировать все периоды, когда эта инфляция не дотягивала. Это последние несколько лет, грубо говоря, и заключается этот шаг в усилении опережающей индикации и привязке нулевой нижней границы диапазона процентных ставок к превышениям в инфляции. То есть, говоря другими словами, вполне вероятно, что на этом заседании ФРС обозначит такой подход, что как только процентные ставки будут достигать определенных уровней, лишь в том случае будут какие-то вестись разговоры о повышении процентных ставок. В принципе, это даст достаточно хорошую возможность инвесторам смотреть и анализировать, как будут изменяться доходности в облигациях. Также сегодня будут опубликованы квартальные прогнозы по экономической активности и процентным ставкам, которые будут захватывать в 2023 год. Тоже достаточно интересно, как ФРС смотрит наперед. Напомню, что многие ожидают, что ставки будут оставаться около нуля весь 2022 год даже, а инфляция в это время будет оставаться ниже целевого уровня в 2%. И в июньском прогнозе, напомню, что безработица в 2020 году должна оказаться на уровне 9,3%, но она уже снизилась. Поэтому это еще один момент, на который следует обратить внимание в пользу экономического роста и в пользу восстановления экономики США. И то, что прогнозы могут пересмотрены быть в лучшую сторону, что окажет поддержку американскому доллару. Также многое будет зависеть от того, как сегодня отреагируют трейдеры на такие новости, как изменение объема розничной торговли. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, а видим, что в августе он постепенно снижается, отложенный спрос заканчивается и показатель постепенно снижается. Если он, кажется, лучше прогнозы экономистов, то это также приведет к укреплению американского доллара. В первой половине дня необходимо обратить внимание на инфляцию в Великобритании. Она также может повлиять на курс британского фунта. Видим, что ожидается ее сокращение, что может привести к падению британского фунта. Что касается у нас технической картины, то продажи после формирования ложного пробоя на 18.54, со скокомонстрительных скользящих, возврат под 18.54, это будет хороший сигнал на открытие коротких позиций. И, думаю, будут медведи добиваться обновления уровня 18.00, но 17.56 у нас будет возможен лишь при конкретной привязке и заявлении ФРС, инфляции к процентным ставкам, более четкой опережающей индикации. В таком случае мы увидим укрепление американского доллара. Если мы возвращаемся и закрепляемся на 18.54, целью будет следующий уровень 19.00, закрепление на нем произойдет лишь при условии, если ФРС вообще никак не отреагирует на сегодняшнем заседании, не сделает никаких более серьезных заявлений, будут говорить о том, что мы будем и дальше, и дальше придерживаться сверхмягкой денежной криптовой политики для стимулирования экономики. Это, конечно, ослабит позиции американского доллара и может вернуть евро на 19.49 и назад в 20-й фигуре, это 19.94. Оттуда можно будет открывать короткие позиции сразу на отскок продажи на 19.00 только при условии формирования ложного пробоя, либо уже сразу на отскок на 19.49 с коррекцией 20-30 пунктов внутри дня, думаю, будет вполне допустимо. Ну, а так, на целом, день нас сегодня ожидает достаточно интересный. Что касается британского фунта, то здесь, в принципе, все понятно, все просто. Рекомендовал на короткие позиции 29.21. При формировании ложного пробоя просто топовая точка входа была в короткие позиции. Смотрите, более детальный разбор на сайте компании Instaforex в технических обзорах я разбираю конкретные точки входа и выхода в рынок. И аналогичная покупка была 28.43. Также я рекомендовал, откуда открывать длинные позиции. Видим, что пока покупатели справляются с тем, чтобы толкать фунт вверх, добиваются обновления недельных максимумов. Образовался у нас такой достаточно интересный треугольник, прорыв которого вверх, прорыв закопления выше 29.21. На хороших данных по инфляции это покупки. И ждем мы 29.91.3103. Но напомню, что у нас во втором чтении уже был принят законопроект скандальный по Brexit, по Ирландии, по торговым границам. И остается только его финальное чтение и подписание лордами. Что в принципе поставит крест на попытке заключить торговое соглашение с ЕС. А это может привести к быстрому падению британского фунта. Пока надежда есть, такая шатка, фунт остается на плаву. Но если мы узнаем, что все-таки надежды уже нет, то я думаю, быстрый прорыв 28.43. Это прямой сигнал к продажам. И покатимся мы на 27.77, 27.25, 26.75. Думаю, очень быстро достигнем. Если какие-то хорошие новости, закрепляемся выше 29.21. Тогда покупки на 29.91. Здесь продажи с коррекцией 25.30 пунктов. Либо ждем тогда уже теста 31.03. И продаем от него сразу на отскок. Всем удачи! Продолжение следует...